У нас будет теория игр. Это пролог. Значит, это пролог, это такая ситуация. В футболе произошла кубок Карибского моря. Поднимите руку, кто следит или следил раньше за футболом? Да? А, понял. Ну, в общем, в футболе много интересных моментов. Есть чисто математических, на самом деле. Но один из них прям достойен того, чтобы про него рассказать в качестве пролога для лекций. Значит, это кубок Карибского моря, 1994 год. Ввели новое правило. Называется правило двойного золотого. А именно, если команды сыграли в ничью в основное время, то матч не заканчивается даже на групповой стадии. На групповой стадии закончился ничью на обычных чемпионатах мира, Европы. Ну, ничья и ничья записывают по одному очку. А они ввели новое правило, что если после этого в дополнительное время, где по 15 минут забивается хотя бы один гол, то вот этот первый гол считается за два, и сразу игра завершается победой. В 1996-м было похожее правило, но там был один гол, ну, это просто один гол, одно очко. Но вот Чехия и Германия, помните, 1996 год, финал чемпионата Европы. В дополнительное время Германия забивает гол. И все, игра на этом останавливается и заканчивается. Вот. Ну, а тут за два. Ага. Ну и вроде как зачем это нужно? Ну, чтобы зрелищная игра была, да, дополнительное время, еще люди посмотрели, да еще вот такие страсти, да, там риск идет, риск. Ну, ты стараешься рискнуть эти два очка заработать, но, блин, ты же можешь пропустить наоборот. Ну, в общем, ради, конечно, зрелищности. Что же мы увидели? Мы увидели фантастическую зрелищность. Но как? Значит, за последний матч в группе. Барбадос-Гренада. Барбадосу нужна победа с разницей минимум в два мяча. Иначе он не выходит из группы. Гренада же, проиграв с разницей в один мяч, как раз из группы все еще выходит. Значит, со счетом 2-1 за пять минут до финальной сирены выигрывает Барбадос, но ничего не может сделать. Значит, Гренада встала чемоданом в своих воротах. Ну, в общем, безнадега. Что делает Барбадос? Правильно, не просто пропускает. Ему никто не пытается забивать. Там сцена такая, посмотрите в интернете. Вратарь защитнику. Защитник вратарю. Вратарь защитнику. И тут защитник говорит что-то вратарю, и бах, свои ворота. И гол. Значит, соответственно, сейчас становится два... Так. Момент. Что такое? Нет, что такое? Зациклилось. Зациклилось. Ну, вы пока можете понять, что происходит дальше сами, да? Значит, дальше... Ой, спасибо. Меня очень не любит любая техника вообще. Я на ура могу сломать, например, все аппараты в магазине «Вкус Вилл» или там в Сбербанке все вынести. Все. Ой, молодой человек, что-то не то. У нас все зависло. Я говорю, о-о-о, это моя работа. Это сейчас повисит еще некоторое время. Но сейчас я отойду в сторону, и вы все запустите. Отхожу, они запускают. Я медленно-тихо возвращаюсь так. Что, работает? Ну, вроде работает, но слава богу. Вот. Короче говоря, Гренада, понимая, что, ну, как бы это сказать, выходить-то из группы лучше, проиграв без риска, бежит забивать себе тоже гол. Но не тут-то было. Барбадос встает в ворота гренады. Но не весь, не весь. Потому что, когда гренада не может забить себе, она бежит забивать Барбадосу. Барбадос делится на 5 плюс 5. 5 игроков защищает ворота гренады, 5 игроков защищает ворота Барбадоса. Творится полный трэш, абсолютный, очень зрелищный, полный трэш. В результате ничего не происходит. 2-2 в дополнительное время Барбадос забивает свой вожделенный гол и выходит из группы. Правило золотого гола отменяется навсегда. Вот такая история. Ну, на самом деле, может кто-то не заметил, но это про теорию игр. Почему? Потому что мы на самом деле в теории игр, ну как, теория игр это математическая наука об исследовании конфликтов. То есть, когда мы конфликт представляем как какую-то математическую модель. Любая математическая модель конфликта относится к теории игр. Конфликты можно изучать также с помощью психологии, какой-нибудь еще логии. Но можно с помощью теории игр, тогда это будет математика. Но начинается все равно с того, чтобы представить себе пространство действия игрока. В данном случае игрок — это команда. Вот такое пространство действия. Те, кто разрабатывали правила, не могли себе представить в таком пространстве действий, вот такое действие, как забить себе гол. Если бы они хотя бы на секунду начали в эту сторону работать, они бы, наверное, правила вот этого двойного золотого не заводили бы. То есть, это как бы первое, что... Вот первый опыт в теории игр, что вы должны увидеть, попытаться представить себе все пространство действий игроков, с которыми вы имеете дело. Это чрезвычайно, на самом деле, актуально для любых там постановок, связанных с социумом. Вот. Ну вот, собственно говоря, да. Теория игр называется анализ конфликтов в социальных, экономических, транспортных, политических, любых конфликтов на основе математических моделей. Вот. Значит, теория игр надо попробовать на вкус. Поэтому мы сейчас начнем с того, что будем ее пробовать на вкус. Если у кого-то нет листочка, то у соседа в ряду, наверное, есть. Поделитесь маленьким клочком. То есть, можно из одного листочка сделать примерно восемь клочков, это все еще нормально. Вот. Значит, у каждого в руке должен сейчас оказаться листочек, подписанный его именем, если, конечно, этот человек собирается получить приз, будучи победителем. То есть, если приз придется вручать человеку с безымянным листочком, то как бы тут уже ситуация плохая. Непонятно тогда, что делать. Вот. Так что первым делом вы берете листочек и подписываете своей фамилией, а лучше еще имя, отчество, потому что среди 500 человек повтор фамилии весьма вероятен. И поэтому, соответственно, по одной фамилии, наверное, не. Ну, надеюсь, как бы на честность, даже если будут какие-то ситуации такие полного дублирования. Я просто надеюсь. Рассчитываю на честность. Теперь что мы делаем? Мы, играя в такую игру, значит, Нужно выбрать и записать на бумажке любое одно целое неотрицательное число. Плюс бесконечность писать не надо. Хотя это к победе не приведет. Так, подсказка, да? Значит, 0, 1, 2, 3 и так далее, 100, 1000, ну, какие угодно, какого угодно размера, целое неотрицательное число. Теперь, что вы хотите добиться? Вы хотите добиться, чтобы ваше число было уникальным в этой аудитории, то есть не повторяющимся никем. Ну, этого добиться несложно. Написал там 158 595, например, да? И, скорее всего, будешь единственным таким. Так вот, победит тот, чье уникальное число еще и самое маленькое среди уникальных. Понятно, да? Строго определенная ситуация. Значит, мы рассмотрим множество всех, у кого будет уникальное число. В этом множестве число возьмем самое маленькое. И этот человек будет победителем, получит книгу. Полминуты на раздумье, да? Полминуты, полминуты. Да, полминуты, и будем собирать бумажки. Но тут нечего думать, все равно это в конце совновезения, конечно. Ну, или на гениальную психологию, я не знаю. А мы потом разберем ее. Мы разберем игру в том смысле, что мы найдем как бы шаблоны равновесия. Я объясню, что такое равновесие. Но это после того, как вы сыграете. Потому что до того, как вы сыграете, как-то, ну, вы должны это почувствовать сами. Вот вы сейчас сыграете и почувствуете. И тогда все эти концепции сразу вам хорошо лягут на голову. Так. Значит, соответственно, книгу эту выиграет, и будет она подписана немедленно. Человек взойдет сюда на сцену. А? Одно. Если два, сразу дисквалификация. Ровно одно. Целое неотрицательное число. Эта игра называется Лимбо. И долгое время она разыгрывалась по шведскому телевидению раз в месяц. Потом некая очень хитрая банда умников она собралась, придумала стратегию, хакнула эту игру, и много раз подряд выигрывал человек из этой банды. Ну, какой-то человек из этой банды. Они придумали некую кооперативную стратегию. Ну, довольно простую на самом деле. И, соответственно, они перестали это разыгрывать, когда поняли, что это... Да. Ну, что же. Значит... Вопрос, да? Запись в обычной десятиричной системе должна быть. Иначе, боюсь, что не будет ресурсов переводить в десятиричную, если будет там у кого-то в двоичной написано или еще в какой. Так что запись должна быть в обычной десятиричной системе. Нет, все совершенно формально, абсолютно четко понятные правила. То есть, вот кто-то будет, кто-то будет, очевидно, с уникальными числами. Это всегда, ну, всегда какие-то люди там очень оригинальные, пишут какие-то огромные числа. Понятно, что эти числа, скорее всего, оказываются уникальными, если не сделать ровно тысячу там или что-то такое. Ну, и среди этих уникальных будет какое-то самое маленькое. Кто-то, кто рискнет, понимаете, да? Вот рискнет, мало написать, рискнет, понадеется, да? И окажется, что вот именно он. Ну, вот посмотрим. Я могу вам сказать, что эту игру я в своей жизни проводил примерно сто раз. Я сбился со счета после шестидесяти. И никогда в жизни у меня не было такой огромной аудитории. Никогда. Ни разу. Вот. То есть, лекции, лекции проходили вот в Майкопе пару раз было под тысяча. Но там была тонкость, там был фестиваль, там на него свозили школьников со всей Адыгейской республики, да? И это немножко не в счет, да? То есть, это был такой рекорд немножко. Ну, это, конечно, очень круто все равно, там школьник может поехать, может не поехать. Но вот так вот, когда свозили много народа, в Екатеринбурге было 800, один раз в Майкопе было 600 с лишним, потому что было хорошо известно, что придет глава республики Адыгея Мурат Корольевич Кумпилов. И пришли посмотреть даже не то чтобы на него, но на то, как он будет реагировать. То есть, будет ли он слушать и задавать вопросы. Он всех удивил, он задал умный вопрос. Вот. То есть, такой вполне, который относится к лекции, то есть, он прослушал лекцию, там понял ее и задал умный вопрос. Так что, вот, не зря пришли посмотреть на такое. Но вообще, на самом деле, вот это, ну, так редко бывает, там, реально, чтобы было 500 человек, это не так часто, это несколько раз в жизни. А вот чтобы я эту игру проводил, такого еще не было. То есть, в такой аудитории еще не происходило. Так. Но сейчас все, да, завершили? О, это я расскажу, когда, а, ну, вообще, в принципе, сейчас уже подводят итог, да? Но, пока подводят, давайте я расскажу. Значит, числа, которые выигрывали, во всех случаях, кроме одного, внимание, были однозначными. Цифрой. Один раз выиграл число 11 в аудитории из 350 человек. В принципе, сейчас есть все шансы, что выиграет двузначное. Но то, что оно не будет трехзначным, я даю полную гарантию. Что называется, я бы, вот, вангую, я вангую, что оно меньше 20. Вот, мое предположение, что сейчас будет меньше 20. Я бы написал 13, потому что это мой день рождения, недолго думая. Вот, но уже поздно, уже собрали бумажки. Но, значит, в Швеции на телевидении, когда играло много тысяч человек, выигрывало почти всегда число меньше 100. И вот некая банда просто стала заполнять. Да, и часто оставались пустые места в первой сотне. И вот эта банда, она стала заполнять полностью от нуля до 99. Собрались 100 умников, и они каждый раз заполняли от нуля до 99, и каждый раз попадал выигрыш в них. То есть, кто-то из них выигрывал, они делили поровну. То есть, они как бы хакнули эту игру вот таким образом. Вот. То есть, если бы здесь быстро собралась команда, которая договорилась 0, 1, 2, 3, так далее, 19, скорее всего, ну вот сейчас посмотрим, да, но я думаю, что число будет меньше 20. Вот это моя версия. Да. Нет, могут, но тогда они проигрывают сразу оба. То, что это же не уникальное. То есть, да, ну как бы здесь ситуация должна быть довольно хитрой. Вот. Хорошо. Давайте, пока подводится итог, давайте мы разберем ее с точки зрения математики. Значит, с точки зрения математики есть понятие равновесия Нэша. Поднимите руку, кто смотрел фильм «Игры разума». Остальные могут посмотреть как-нибудь на досуге. Не то, чтобы я сказал бы, что это гениальный фильм, но один раз имеет смысл посмотреть. Вот. То есть, он скорее не про теорию игр, он там всякие домыслы про характер Джона Нэша вокруг. Но там есть моменты с теорией игр тоже связанные, когда там они в баре. Ну, в общем, увидите, не буду спойлерить. Вот. Значит, соответственно, что называется равновесием Нэша. Это самое ключевое понятие. В общем-то, если так просто говорить, я пришел сюда, чтобы вам объяснить, что такое равновесие Нэша. И вы это, чтобы поняли и как бы дальше угадывали равновесие Нэша в жизни вокруг вас. То есть, это вот такая цель, в общем-то, разумная цель на один вечер. Значит, что такое равновесие Нэша? У вас есть какой-то набор действий. В данном случае вы выписываете любое число. Вот это называется стратегическое множество. Стратегии. Значит, равновесием Нэша называется комбинация стратегий. То есть, кто что выбрал. Вот, там Маша, три, Петя, два и так далее. Ну, тут я не буду 500 человек тут выписывать. Маша наверняка есть, Петя тоже наверняка, и, наверное, не один, и Маша тоже не одна. Вот. Значит, тут еще фамилия надо прибавить. То есть, вот есть набор, да, чисел. Вот он будет равновесным, если ни один человек, узнав стратегии остальных, не имеет стимула переключиться. То есть, надо представить себе, что к вам пришел гномик. Вот представьте себе, что вы сейчас собираетесь уже ручкой что-то написать, например, три. И тут приходит гномик и говорит, не пиши три, не пиши, не пиши три, пиши другое. Вот тебе карта всех, вот всех, то, что напишет сейчас. Вот смотрите, смотри, смотри, я тебе подсказываю, да? И дает карту. И человек говорит, о-о-о-о, смотри-ка, я переключусь вот сюда и выиграю. Вот. В этой ситуации исходная комбинация уже неравновесенеша. То есть, если хотя бы один человек, в зале имеет стимул сменить стратегию, да, с не выиграл на выиграл в данном случае, да, в общем случае называется увеличить свой выигрыш. Сейчас у нас только два, да, значения, не выиграл и выиграл. А в более общих играх, понятно, есть много-много стратегий с многими выигрышами. Но вот нужно, чтобы никто не имел стимула изменить свою стратегию с целью улучшить свой выигрыш при условии, что он полностью осведомлен на стратегиях всех вообще остальных людей в зале. Но вы меня, наверное, кто никогда не сталкивался с целью уигры, вы, наверное, спросите, а как такое вообще возможно, когда никто из 500 человек, да, не имеет такого, ну, стимула изменить стратегию. Ну, давайте я приведу типичную ситуацию просто, и вы поймете, что такое вполне бывает. Пусть у нас есть, например, Алена. Что? Крупнее, да? Ну, вот пусть у нас есть Алена, которая написала ноль. Одна во всем зале. А все остальные, что хотят, написали, неважно что, но не ноль. Я утверждаю, что эта ситуация, любая такая ситуация, равновесие, Нэша. Почему? Давайте изучим, как можно было бы изменить стратегию любому другому. Значит, все другие проиграли, потому что, понятно, она взяла самое вообще маленькое число, которое только есть, и оказалась в нем единственной. Да, все, она уникальная, и ее уникальное число меньше, чем у всех остальных, просто потому что это вообще самое маленькое число. Значит, соответственно, как можно было бы, что может другой сделать? Вот любой другой. Он меняет стратегию. Если он меняет, ну, не на ноль, а на что-то еще, то он меняет шило на мыло. Это понятно. Да, вообще ничего не меняется, потому что, как Алена выигрывала, так она и выиграет. А если он ноль поставит, то что? Он Алене подложит свинью, но сам он от этого не выиграет, потому что нуля будет уже два. А два нуля, это значит, ноль уже не уникален. Поэтому выиграть он не может. Он может испортить малину Алене. И кто-то другой из-за этого выиграет. Вот, но, значит, победить нет. Вот, пожалуйста, типичный пример равновесия Нэша. Это когда вот у нас есть ноль и любые другие значения. Так. Но это не все. Есть еще разные другие равновесия Нэша. Давайте попробуем. Поискать. А, давайте приведем ситуацию, которая не является равновесием Нэша. Кто готов поднять руку и привести такую ситуацию с зала? Так. Много рук. Но я, наверное, вот самый ближайший, потому что я иначе плохо слышу. У меня голос хороший, а уши плохо слышат. Поэтому лучше поближе. Да. Да. Любой у нас ноль ставит. Вот. Отличный, да. Отличный пример. Все забыли про то, что ноль натуральное число, да, и поставили все, как договорились, взяли и поставили единицу. Это не равновесие Нэша. Потому что гномик подходит, ну, к любому в данном случае, к любому из них в данном случае, и говорит, эй, ты, все остальные тоже один поставили, болван. Ставь ноль. Да. Все, ставишь ноль, и ты победил. Все, да? То есть изменил курсор своего положения, спроиграл на выиграл. Все, значит, это не равновесие Нэша. Достаточно, чтобы хоть один такой существовал, который может изменить. В данном случае все, да, все могут выиграть. Ну, кому придет гном, тот и выиграет. Но я имею в виду следующее, что здесь любой игрок, узнав стратегии остальных, и если считает, что остальные их не могут изменить, он может выиграть, то есть имеет стимул сменить стратегию. Бывает ситуация, когда только один, например, или там, ну, в общем, можете подумать над тем, какие еще варианты, но факт тот, что вот бывает равновесие, бывает неравновесие. Готовы объявлять? Нет еще? Тогда давайте найдем еще некоторые виды равновесий. Давайте найдем. Вообще, эта задача, она была дана на 20 лет назад, 20 с половиной лет назад, в 2002 году, мы ее дали на экзамене в российской экономической школе, где лекции вел я и Владимир Иванович Данилов в параллельном потоке. Мы дали эту задачу найти все равновесия, нет, пункт А, значит, найти все равновесия, пункт Б, сыграть. И победившему полагалось лишние пять очков из ста. Ну, вот тому единственному, да, победителю. Так вот, в аудитории из 80 человек победила вот такая Алена, правда, звалили ее по-другому, но это была девушка. Она написала ноль. Почему я это и привел в пример. Она написала ноль. Больше нулей в аудитории из 80 человек не было. Эта девушка получила за это плюс пять очков. внимание, это была ровно грань между два и три с минусом. Она решила одну задачу, но задачи все были довольно сложные, поэтому за одну задачу плюс что-нибудь еще уже три с минусом можно было натянуть. Но просто за одну задачу ничего. И решила она не эту задачу, а другую. Но вместе с пятью очками она выползла в зону, где три с минусом. То есть она, как бы победив, она себя от пересдачи спасла. Вот такая история была. Но равновесия еще какие. Но вот смотрите, вот я написал несколько нулей. Единицу кто-то написал. То есть тут вот несколько человек ноль написали, один человек написал единицу, и кто попало, что попало. Остальные. Обратите внимание, это тоже равновесие Нэша. Потому что никто не может изменить свою пользу. У нас какие варианты? Вот для этих варианты нужно, чтобы выиграть, нужно меньше, но меньше это только ноль, а там уже сидит их двое, минимум. Значит, он только третий будет. Может быть, вот этот как-то может изменить, но вот этот возьмет, изменит. Но опять же, если в один, то он просто испортит малину этому. Если сюда, тоже ничего не меняется. Если нуля два, самая интересная ситуация, тот, который написал ноль, изменив стратегию, он сам не победит, но он своему вот этому напарнику по нулю подарит победу. То есть он может уйти с нуля, но от этого ноль станет один, если их было два, но он сам не победит. То есть его как бы стимул отсутствует такому действию. Ну и вообще как бы у нас есть вот целая серия равновесий, которые выглядят вот так. Много нулей, много единиц, много значит больше, чем один. Несколько, несколько двоек, так далее, несколько k-1, уникальное k и какие угодно дальше. С пробелами как угодно. То есть полностью заполненное пространство до числа k, по крайней мере по два, может быть больше. Дальше одно, единственное k и это самое, это вот равновесие Нэша. А неравновесие Нэша это когда у нас есть пустоты. Вот тут, например, ноль, ноль, потом пустота, нет единицы, двойка, тройка, там еще пустота или даже неважно, что здесь еще пустота. Уже вот этой пустоты достаточно, потому что любой из верхних, ну если еще верхние есть какие-то, то вот любой из верхних влезает в эту пустоту, становится единственным обладателем единицы и все. То есть характерный вид неравновесия Нэша это пустота между числами. Это почти все равновесия, там еще есть два экзотических, над которыми присутствующие могут подумать, пока объявляется результат. Есть два экзотических равновесия, попробуйте их найти. Готовы, да? Ну что, сколько, еще скажите, сколько каких? То есть, там, например, нулей сколько было? Или вы считали, ну или так, прикидывали, много, да? Мы просто увидели, что нулей очень-очень много, единиц было много, двоек тоже много, не было много 15, 9, 6, но остальные все, там еще многие писали десятизначное число. Ну да, 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 да. Я почему говорю? А приори может быть ситуация, что не победит никто. Например, если половина назовет ноль, половина один. Но на практике такого не было никогда. Вообще никогда. Потому что всегда есть оригиналы, которые пишут, о, привет. Всегда есть оригиналы, которые пишут, ну там, 156 миллионов, 385 тысяч, 201. Ну и понятно, ну такое число не может быть повторено никем. Все равно есть оригиналы, то есть всегда. А если есть хоть один оригинал, то тогда уже математически, да, множество уникальных не пустое, а в непустом множестве положительных целых чисел существует минимальный элемент. Да. То есть победитель. Ну что, как зовут? Да, нет, а я хотел сказать, даю слово, как Аня, да? А, ну вот, че, я был прав. Я был прав. Итак, победитель с числом 16, Афанасьев Константин. Поздравляю. Идем с подписчиком. Рук. Два в четвертой, между прочим. Кукрым. Кукрым. И рекорд. У нас рекорд. Вот до этого был рекорд один. Раз. Кинул. Нападать его. Афанасьев Константин. За победу в Лимбо против 500 участников. Кто готов придумать какое-нибудь другое равновесие? Да. Что? Ну, оно и среди этих, скорее всего, потому что, как я понял, много нулей, много единиц. Было ли пропуск? Был до 16 или нет? Нет. Значит, мы разыграли равновесие Нэша. Ты придумал. Давай. А это тоже в это входит. Которая не входит вот в эту модель. Да. Если только четные, я беру. Например, у меня два. Я на один переключаюсь и побеждаю. Ну, тем не менее, если только нечетные, ну вот я беру и становлюсь нулем и побеждаю. То есть у меня стимул существует. Ну? Что? Нет, нет. Гномик — это просто проверка на то, есть ли стимул отклониться, и все. Это только модель для вот этого, для объяснения, что такое равновесие Нэша. Равновесие Нэша по определению… Ну, на ноль переключится и победит все равно. Нет, любой из нулей переключается на любое число и побеждает. Да. Один участник, конечно, хорошо. Да, хороший пример. Если один участник, да, любое число равновесия. Так. Супер! Все. Такой же? Так, Сергей, молодец. Значит, еще одно равновесие очень грустное. Если четное число в аудитории людей, то вот это будет равновесие. В нем никто не выиграл. Единственное равновесие, в котором никто не выиграл. А почему равновесие? А смысла нет? Ты уходишь со своего насеста, и второй остается победителем, а не ты. Ты можешь, конечно, сюда залезть, но… Еще, да, одного увидел? Правильно. Тут какое угодно. Вот этот вот пример, который был сказан с одним человеком, он обобщается до примера с нечетным числом, когда вот эта конфигурация и последний любое число, в том числе с большим количеством пропусков здесь. Потому что, опять же, вот он победил, но кто может изменить ситуацию? Никто! Опять же, слезает с насеста и выступает второму. Да. Это да, это кооперативный подход. Но вот, собственно, кооперативным подходом лимбы изломали, из-за чего его и перестали делать. Да, при кооперативном подходе к теории игр уже совершенно другие концепции. А вот концепция равновесия Нэша – это именно не кооперативная концепция, когда, соответственно, люди не изговариваются, не делают совместных действий. И вот мы, в общем-то, все равновесии нашли. Но вот даже очень умные студенты РЭШ не все вот это вот пропустили. Все, кроме пяти человек, на самом деле, в аудитории. Пять человек решили эту задачу полностью на полный балл. Я до сих пор помню, один был, который сказал, что при четном Н существует такое, но не допер, что при нечетном существует вот то, которое ему близнецовое совершенно. Так, прекрасно. Ну что же, мы хорошо встрясли мозг. Кстати, я не слежу за временем, а надо бы послеживать. Сейчас-то еще, понятно, рано, но часов я не взял, и я думал, в аудитории где-то будут висеть часы, но не вижу нигде их. В общем, мы где-то до семи, да, правильно? Примерно. Ну вот сейчас сколько? О, офигеть, нормально все. Так, сейчас расскажу про этапы становления. Исторический экскурс, так сказать. С чего началась теория игр? Многие, кто слышал о ней как бы понаслышке, они говорят, теория игр началась с Джона Нэша, потому что равновесие принадлежит Нэшу. Ну раз равновесие принадлежит Нэшу, значит, кто придумал теорию игр? Нэш и придумал. Нет, это неверно. Нэш доказал действительно очень крутой результат про существование равновесия для так называемого класса конечных игр в смешанных стратегиях. Ну, как бы не суть. Суть в том, что теория игр началась как минимум в 1838 году. Это Агюст Курно. Ну, пожалуй, да, сегодня считается он основателем теории игр. Хотя, может быть, и раньше что-то было, просто мы еще не знаем. Рынки зерна во французских провинциях. Это, значит, его модель, она стояла в том, что, значит, когда по осени считают зерно, они привозили с разных фермеров, вот там поля, значит, привозили фермеры зерно. Каждый везет некоторое количество зерна, выбирает сам, сколько привезти. Ну, там, для простоты считается, что зерно им бесплатно, как бы, ну, уже они все издержки по его приготовлению понесли, как бы, да. Они не входят в модель. А вот что входит в модель, это вот если здесь Z1 зерна, Z2, там, допустим, Z3, ну, вот, скажем, если их трое фермеров, в принципе, может быть, сколько угодно, складывается цена P, вот здесь P, если издалека плохо видно, P, от чего? От суммарного количества она зависит. То есть, если у меня, как бы, ситуация типа урожай, да, очень много народу привезло огромное количество зерна, то цена какая будет, высокая или низкая? Низкая, да. То есть, это функция P, функция убывающая, да. Вот это зерно, это цена. Цена, она будет очень высокая, если зерна мало, а если его много, то, соответственно, наоборот, она будет очень низкой. Вот, ну, такая естественная ситуация для любой убывающей функции, которую можно проанализировать из предыдущих лет, допустим, если это год за годом одно и то же, на 19 век, так сказать, еще пока время такое аграрное, ну, или там переходное, то можно было бы изучить эту функцию и написать задачу, которую каждый из них решает. Вот что это за задача? Смотрите, я привожу вот столько зерна и продаю по этой цене. Значит, я выручил вот это вот количество зерна свое, да, умножить на цену, правда? И я хочу, чтобы это было максимально, пишет Агюст Курно, максимальное возможное значение, при условии, что я знаю вот эту функциональную форму, вот этот график, ну, там, в огромном количестве задач начального уровня это просто линейный график, но также можно осматривать и другие шаблоны убывающих функций. И для каждой убывающей функции получается своя собственная серийская игровая задача, очень непростая, надо сказать, на самом деле. То есть, что я тут делаю? Я решаю задачу параметрической максимизации. Ну, я просто выбираю тот z, dot z1, который мне вот это выражение максимизирует, но при этом, смотрите, в чем проблема. Кто скажет, в чем проблема? Правильно. Я их не знаю. А они же складываются у них же, да, в их задачах, да. Z2 появляется в такой же задаче другого товарища. Да, другого товарища. Вот такого, да, товарища. Максимум по z2. Ну, и у третьего появляется z3. Ну, тот, который z2, он не знает z1 в свою очередь, да. И z3 не знает. То есть, каждый из них, он прикидывает, сколько привезти, пытаясь угадать. Он подсылает, допустим, агентов каких-то к ним, да, посмотреть. Но те подсылают раньше, да. То есть, такая как бы идет борьба. Кто раньше узнает информацию о конкурентах. Ну, и все это, значит, все это заканчивается тем, что Курно дает определение, что равновесной ситуацией называется такое z со звездой, что решение вот этой задачи, смотрите, какой. z плюс 2 z со звездой на максимум по z. Вы на уроках наверняка на матанализе или там на оптимальном управлении такие задачи решать умели, да. Так вот, нужно найти такое z со звездой, что вот эта задача максимизации имеет решение ровно z со звездой. Параметр, да, но только здесь покруче. Тут как бы там просто параметр, ты что-то максимизируешь, и все, и ушел довольный. А здесь ты должен подыскать такое число, что подставив его в качестве параметра, на выход, где задача максимизации получалось бы то же самое число. И это и есть решение игры. И это и есть равновесие по нэшу. Симметричная. И здесь предположение, что все действуют, ну, все фермеры ведут себя одинаково, имеют одинаковую, ну, одинаковую функцию выигрыша, мы пишем одинаковое уравнение. Если бы еще и по-разному функция выигрыша была устроена, нужно было бы написать три уравнения с тремя переменными, три уравнения максимизации. В общем случае, задача поиска равновесия нэша это задача с количеством уравнений равным количеству игроков в игре. Очень много, да, может быть, игроков. И мы одновременно должны такую систему решить. Но в случае поиска симметричной равновесии это всего одно уравнение. Одно уравнение с параметром, выход которого должен быть равен тому же самому параметру, который мы подставили. То есть я угадываю действия остальных правильно, и в этом случае мое действие, как оптимальное и ответное на действия остальных, совпадает с действием всех остальных. Это и есть идея равновесия. Понимаете? По сути, вот самое главное, да, самое главное, чтобы вы поняли вот эту идею, что я смог подсмотреть, я понял везде, увидел, да, где у кого что. Я вернулся к своей задаче, я ее решил. Опа! И у меня на руках то, что как раз про меня все остальные думают, решая свои задачи. Вот ровно то. То есть прогноз совпал с ответом. Как бы сигнал с ответом совпал. Вот был сигнал, да, прогноз. Ответ на него. Ответ равен сигналу. Это и есть равновесие Нэша. Ну и вот эта, так сказать, главная идея, в общем-то, по сути, она проходит как раз и ниже через все, что происходит. Теория игр так или иначе, вот все возвращается к этой идее, либо к каким-то альтернативным, более сложным концепциям, но все равно базовая вещь это вот равновесие по Нэшу. Можно еще как представить, что такое равновесие по Нэшу. Это когда, например, диктор какой-нибудь взял, решил вот эту систему сам дома и за день до проведения рынка зерна передал там. Телеграфа еще не было в 1838 году. Был? Гаусс выдумал, да, телеграмм. Я что-то, я телеграф. Я видел, я видел где-то, вот я прочел, что в Википедии прочел, что Гаусс, изобретатель телеграфа, он играл со своим другом через несколько километров как-то передавая сигналы, но он не сделал это, ну, не поставил на поток, да, поэтому еще некоторое время пришлось ждать. В общем, идея телеграфа уже была в это время, да. Вот. Значит, соответственно, передается всем фермерам, что, друзья, везите по 500 центнеров, да, и вот они, значит, подставляют 500 центнеров у всех остальных, подставляют в эту задачу максимизации, решают свою и получают на выходе 500 центнеров. Опа, все, да, все сошлось. Вот это называется равновесие Нэша. Значит, что надо сразу же вот уяснить, да, равновесие Нэша – это не стратегический выбор кого-то одного, это набор стратегических выборов всех вовлеченных в игру. Очень часто, к сожалению, приходится встречать непонимание, человек рассуждает о равновесии Нэша. Он говорит, вот это стратегия равновесия Нэша. Но стратегия – это не равновесие Нэша. В лучшем случае стратегия может быть частью равновесия Нэша, как стратегия данного игрока, включенная в остальные стратегии всех остальных игроков. То есть равновесием является лишь комбинация стратегии. Является или не является, да. По отношению к одной стратегии это просто некорректно говорить. Но в случае симметричной игры можно говорить, что симметричная стратегия является равновесной по Нэшу. То есть если все остальные пользуются этой симметричной стратегией, то мой наилучший ответ на нее совпадает с ней. Тогда да, тогда это симметричная, равновесная стратегия. Так, дальше был Цермела и Кун. Думай за других, решай задачу с конца. Здесь часто приводят в пример Евгения Шварца с пьесой «Убить дракона» или книга «Дракон». Я не помню, то ли пьеса «Дракон», а книга «Убить дракона», то ли наоборот. Наверное, все-таки «Дракон» — это пьеса. Ой, нет, книга. Да. Так вот, значит, там была такая вот, ну, по крайней мере, вот в кругах российской экономической школы и около них приводилось это в пример нам, когда я сам учился, на лекциях приводилось в пример. Значит, речь шла о том, что Шварц намекал на Иосифа Виссарионовича Сталина, на тот момент еще жившего. Но дело в том, что, как это сказать, а вы, товарища, о ком подумали, да? То есть, как бы здесь вот этот вот намек, он еще не реализовался, он мог в умах быть, но чтобы он пошел, как говорят в эту блогосферу, нужно было, чтобы кто-то сказал слух, а не простой на ли это, да? Ну, дальше, наверное, там некоторая история, да, нашей Родины, она подсказывает вам, что стимула так сделать ни у кого из живших тогда не было. Вот, то есть, даже поднять об этом вопрос, да, ну, можно было вполне считать, что это про Гитлера, и все, как бы вопросов нет. Вот, и даже поднятие такого вопроса, оно было сразу, ну, как бы, чрезвычайно опасно, да, наверное, и этого бы расстреляли, и этого бы расстреляли. Но так как каждый человек понимал, что его так же зароют, то, соответственно, и никто не говорил это вслух, все, значит, про это промолчали, про то, что они подумали, и в результате он получил сталинскую премию, все такое, крутейшая пьеса, и все было хорошо. Вот, то есть, может быть, риск какой-то и был, но с точки зрения теории игр этот риск был небезумно велик. Вот, но это, как бы, значит, каждый раз, когда мы берем какую-то абсолютно реальную жизненную ситуацию, понятно, что часть народу считает, что в ней угадывается такой сюжет и мотив, часть народа считает, что не угадывается, есть люди, которые считают, что это вообще никакого отношения действительно к Сталину не имело, потому что это было про, значит, это было во время, ну, там, во время, или примерно около войны, и ясно, что это было про Гитлера. Ну, в общем, так или иначе, вот это типичное, то есть рассуждение совершенно типичное для теории игр, что человек, который делает некоторые действия, да, вот он передает ход дальше, да, всем остальным одновременно, они одновременно ходят, здесь нужна там некоторая более сложная система, там, так называемых информационных множеств, но я не буду сейчас про это говорить, вот, они все ходят, значит, одновременно, и он угадывает их ход, он вперед думает за них и делает собственный ход, то есть вот это был отказ, а это было решение такие, вот, такие, ну, это отказ от публикации там, а это публикация, ну, и дальше вот все остальные ходят, и если все варианты красные, то есть никто ничего не сказал вслух, то у нас победа, премия, ЕС идет всюду, всеобщее признание, что и произошло. Так, дальше, 1929 год, и эта модель чрезвычайное развитие получила, начиналась как модель горизонтальной конкуренции, как бы речь идет о том, что есть некоторый товар, который представляется в виде, либо представляется в разных точках географического пространства, либо это товар, как бы похож, вот они в одной точке, но они похожи друг на друга, как разные сорта пива, например, да, в одном и том же ларьке, но разные немножко, у всех разные вкусы, да, есть какая-то линейка товара, вот, или, или это товар вообще один и тот же, но только в разных точках пространства, и кто ближе живет к чему, тот и пойдет, да, то есть вот это вот вкусы соответствуют вашему расположению. Ну и математическая модель, она будет такой, вот математическая модель, пляж, пляж и мороженое, вот это вот пляж, допустим, в городе Судак, кто был, тот знает, о чем я говорю, в сентябре Судак полностью, вот так вот, ну, короче, вот один раз я хотел выкупаться, я не смог физически раздвинуть ногами тел просто, чтобы подойти к морю, то есть это просто вот такая лежанка, где все друг на друге лежат, ну, или я понял, что пока я раздвину, я уже опоздаю там на автобус. В общем, вот такой пляж, да, очень-очень много народу отдыхает и ходит купаться, а здесь над ним дорога, по этой дорожке вдоль пляжа катают две продавщицы мороженого. Ну и будем считать, что в течение дня там каждый купит одно мороженое для простоты. И вот вопрос, где им зафиксировать свое местоположение? Цена на мороженое фиксирована, каждый получает 20% от продаж, соответственно, у них есть прямой там стимул продать как можно больше. То есть им нужно покрыть максимальную часть рынка, которая только есть, но их две. То есть, соответственно, вот как бы, какую часть рынка покрою я, зависит от того, что делает другой. Обычная, да, ситуация игровая. Выборы взаимосвязаны. Если я привез пшеницы меньше, цена для всех выросла, а не только для меня. Здесь тоже, если я подвинул свою тележку сюда, то вот этому я урезал как бы рынок. То есть вот была вот такая ситуация, я беру, немножко ее урезаю, вот сдвигаю тележку сюда, сдвигаю, и тогда вот этому было все равно, куда бежать за мороженым, да? А теперь ему не все равно, он побежит ко мне, это ближе. Он бы, о, вон, 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 мороженое вот здесь, да? Ну и, соответственно, середина, она сдвинулась, и я получил вот эту вот дополнительную часть рынка. Вопрос, в какой точке будет равновесие, точнее, в каких двух точках будет равновесие? Есть две версии, что в середине, что одна треть, две трети. Нет, одна треть, две трети не будет равновесием, потому что я готов взять и подвинуться, вот, допустим, я здесь, да, стою, я передвинулся и взял у него гораздо больше рынка. То есть, ну, на самом деле уже был, вот, ответ на самом деле был уже сказан, он удивительный. Нет, уже было сказано, оба в середине. Это единственное равновесие, потому что, смотрите, если мы не в одной точке, неважно, одна четверть, не одна четверть, по краям ли или не по краям, если мы не в одной точке, то у меня стимул забрать у него часть рынка, притвинуться к нему вплотную. Понимаете, да? Такой же стимул у него. Соответственно, равновесие мы прогнозируем, оно будет вот так, стык в стык, морда в морду. Вопрос только, в какой точке будет равновесие? Ответ только в середине. Почему? Почему, например, не в точке одна треть? Прыгает ближе туда, где середина и забирает больше половины рынка. То есть, если двое стоят, в точке одна треть, тогда рынок они, ну, условно, делят поровну, а если даже и не поровну, то уж точно, что у одного из них не больше половины рынка, правда? Вот у того, у кого не больше половины рынка, он прыгает в сторону середины и забирает больше половины рынка. Поэтому равновесие в этой игре ровно одно, оно чрезвычайно неэффективно с точки зрения вот этих самых отдыхающих. То есть, эти две бабки встали друг к другу спинами, да, в середине, так лучше одной из них было, как бы, чем-нибудь еще занят, она может заняться уборкой, там, пляжа, например, вторая, продавать мороженое. То есть, нет смысла в данном случае вот в этих двух, вроде как, конкуренция, вот часто говорят, там, конкуренция, должна быть конкуренция, да, почему должна быть? Ну, потому что, там, в западных учебниках так написано, должна быть конкуренция. Ну, ребят, давайте с умом все читать, да, но если вы просто знаете, что конкуренция – это хорошо, то на самом деле вы ничего не знаете, это, это, как бы, это незнание, это, это невежество, потому что конкуренция может быть хорошо, может быть плохо, нужно к этому подходить умно. Вот в таких моделях конкуренция – это плохо, по крайней мере, если есть две, две, значит, два конкурирующих, то они просто собьются в середине, и это гораздо хуже, чем был бы один, потому что эффект тот же, а ресурсов тратится больше. Ну, и дальше, как бы, что произошло в 57-м году? В 57-м году. Ну, да, но речь не о том. Значит, некто по фамилии Даунс сказал, о, так это же про политику. И вот тут началось. Вот тут вот в эту задачу вдохнули вторую жизнь. Он говорит, это не мороженое никакое, это политические партии, это спектр разногласия политиков между собой, этих самых граждан между собой. Возьмем какой-нибудь любой, любой, ну, такой существенный аспект. Например, просто вот если без, там, без каких-то далеких углублений в политику, вот просто налог, процент, сколько надо собирать. Ну, там, вот здесь живут те, кто считают, что каждый за себя джунгли, экономические джунгли, надо собирать 0% налога. Кто сколько заработал, тот так и живет. А здесь считают те, здесь живут те, кто считают, как бы, на этой карте. Живут те, кто считают, что надо собрать 100% и поделить, как в книге «Собачье сердце», помните? Пишут, голова пухнет, Шариков говорит, пишут, переписка Энгельса с Каускин. Ну, эту переписку, пишут, голова пухнет. Надо все просто собрать и поделить. Какое, говорит, ваше решение? Да просто все собрать и поделить. Ну, вот здесь, соответственно, живут те, кто хотят просто все собрать и поделить. Ну а здесь там самые разные представления, воззрения политические. Вот тут живут те, кто считает, что 13% должен быть налог, например. Ну и вот если появляются политические партии, которые начинают взывать именно к вопросу налога. Тут как бы живут коммунисты, тут социалисты, грубо говоря. Здесь какие-то ультра-либертарианцы живут. Ну в общем разные тут есть партии. Но дело в том, что партия, на самом деле есть две концепции. Первая концепция партия – это мнение. Вот я взял мнение какое-то, выразил и основал вокруг себя партию, допустим. Это один взгляд. А другой взгляд, что партия – это просто борьба за ресурсы и все. А ресурсы, естественно, пропорциональное количество проголосовавших за тебя. Поэтому когда подход к партии как к сущности сменяется на подход к партии как просто одного из акторов в борьбе за ресурсы, то мы тут же попадаем в эту модель. И оказывается, что если партии две, как в некоторых очень развитых странах, надо сказать, то прогнозируется все в серединке. Их политика, программа не будет друг от друга отличаться ничем, кроме лозунгов. Лозунги будут вот туда такие, туда такие. То есть в этой модели прогнозируется сходка в одном месте, что две партии, все равно же одна партия. Но на самом деле дальше есть большой этот парадокс, потому что все-таки, например, в Америке с развитой демократией нельзя сказать, что партия этих самых консерваторов и партия демократов сходны во всем, кроме лозунгов. Но скорее все-таки нет. Хотя тоже философский вопрос. Возможно, в каких-то сущностях самых главных исходны. Ну, в общем, дальше вопрос, как всегда. Да, у нас есть математика. Вот она. Математика наводит на размышления. В любой жизненной ситуации математика вам подсказывает, в какую сторону можно смотреть. Но можно смотреть и в другую сторону. Если партия — это сущность, то эта модель не будет применимой, конечно. Так. Кстати, хотите задачку сейчас разбирать? Не буду. Что если партия 3? Или, соответственно, продавщицы мороженого 3? Что тогда будет? Ну, а мы пойдем дальше. Значит, аукционы. Наша гордость. Вот в теории игр есть одна гордость. Теория аукционов. Значит, если бы не было теории игр, то наш мир, вот мир продаж, вот этот экономический мир, торговля и так далее, он бы выглядел действительно совершенно иначе, потому что аукционы сегодня занимают значительный процент вообще всех продаж чего бы то ни было на свете. И аукционы — это непосредственно к нам. Дизайн аукционов — это теория игр. Вот смотрите, какая сейчас будет картина. В западных учебниках вы ее не найдете. Цените момент. Продаются невесты. Такого вы не увидите там. Это Вавилон. 500 лет до нашей эры. Рынок невест. Значит, рынок невест, вот там этот аукционист расхваливает очередную красавицу, остальные ждут своей очереди, вот внизу сидят, вон прикрашивается девушка перед выступлением. Он демонстрирует все красоты. И потенциальные женихи разглядывают и говорят, о, я за тысячу беру. Ну, сиди со своей тысячей, я за пять тысяч ее возьму. А я за семь возьму, я за десять возьму. Ну и в конце концов она уходит, допустим, за 13 тысяч местных денег. Ну, все, подписывается соответствующий акт о передаче невесты в жены данному человеку. Дальше проходит еще несколько стадий. Остаются девушки, которые как-то никому не приглянулись. И что вы думаете? Аукцион завершается? Пусть подрастут? Похорошают? Нет. Аукцион продолжается. Только теперь колым заменяется приданным. То есть следующую девушку... Так, никто, просто так. Так, ну, даже просто так, да, никто не берет. Хорошо. А если мы доплатим, отец встает, говорит, я доплачу за нее тысячу. Приданное, да? Плачу тысячу, так, мало. Ну, хорошо, две заплачу, две, две. Ну, заплачу две, да? Ну, ладно, да, две возьму, да, и аукцион заканчивается, да, кто-то берет за две. Вот, в общем, здесь как бы английский переходит в голландский, как говорится, если про аукционы долго говорить. Там много форматов, много очень интересного. Значит, сейчас я... Так, есть, на самом деле, отдельная лекция про аукционы у меня и в интернете. Она тоже присутствует там в многочисленном виде. Я потом вам покажу канал, на который я всех приглашу. Пока еще YouTube работает. Но даже если его блоканут, Routube остается, там, Яндекс.Дзен остается. Это... Мы никуда не денемся, мы продолжаем деятельность. Вот, так что ищите в интернете. Но пока на YouTube ищите лекцию про аукционы, а мы, значит, перейдем к нескольким вот чисто жизненным, понимаете? Теория игр — это не только математика каких-то там экономических, социальных и прочих конфликтов. В принципе, это ежедневная жизнь. Вот я сейчас вам это докажу, да, я сейчас вам покажу, как теория игр входит в мою собственную жизнь. Но давайте несколько зарисовок. Так, первый. Март 19-го года. Возвращаясь из Великого Новгорода в Москву, я прошу организаторов купить билет мне дальше Москвы, до Владимира. Надо сказать, что из Великого Новгорода ночной поезд, по крайней мере, в 19-м году выходил ровно один. И это был не поезд на Москву, как раньше, а поезд до Нижнего Новгорода. Великий Новгород, Нижний Новгород. Может быть, для красоты, а может и не только. Зам мэра по культуре, который меня там принимал и все показывал, он сказал, что это было предложение перед чемпионатом мира по футболу. Зачем? Да, чтобы незадачливых иностранцев, заблудившихся в Великом Новгороде в ожидании матча, которого там, естественно, не будет, отправить в Нижний. Так, чтобы им не болтаться там по Москве, не пересаживаться, сел, вот ты приехал за день, молодец, завтра ты будешь там, где надо тебе утром. Садись в этот поезд и езжай. Просто сел на полку, будешь в Нижнем Новгороде, завтра у тебя матч. Все. Я ехал в такси, однажды возвращался со школы Рогородского. Шофер меня вез мимо Ростова и засмеялся вдруг. Я говорю, что смеешься? Он говорит, да я вспомнил, я тут бомбил во время чемпионата, бомбил в Ростове Великом, ну просто, ну он на такси там. И там, значит, по Ростову Великом уходил черный, как смоль, негр из какой-то африканской страны, участницы чемпионата мира в России и говорил, где стадион, моя команда играет через два часа. В Ростове Великом, понимаете? Знаете, да, где Ростов Великий и где Ростов-на-Дону? А ему надо было в Ростов-на-Дону. Ну там, если бы был военный истребитель, наверное, его привезли через два часа на стадион. Но такого не случилось. Поэтому на матч он не попал, очень удивившись, что есть два Ростова разных. Вот. Ну в общем, я прошу на этот поезд мне взять не до Москвы, а до Владимира, до следующей остановки. Вопрос, зачем я это делаю? Чисто житейский ответ. Кто догадается? Ой, у меня выпал. У меня выпал. Нет, 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 никакой дешевизны. Тем более, это же организаторы, все эти поездки оплачивают организаторы, мне совершенно все равно. Чуть-чуть дороже, но там это не важно. Да. Потому что, значит, насчет Москвы, ну, это же тот же сам поезд. Но правильный ответ, чтобы меня не будили, понимаете, за сколько будет, там пол, там какой пол поезда, там три четверти этого поезда выходит в Москве. Нижний Новгород, вот так, как бы для картинки. Соответственно, она начинает будить, вот приходит он в 5.25 утра до Москвы, и он начинает будить, там в 3.30 уже начинается, просыпаемся, туалеты, туалеты, даже если туалеты сейчас биологические, их не закрывают, все равно, нужно, чтобы весь вагон туда сходил, да, то есть задолго, задолго будет, ну, может не 3.30, может 4, да, а мне хорошо бы поспать до 5.20, взять и выйти сразу, но это можно, если у меня билет до Владимира, тогда меня никто будить не будет. Договориться с проводницей, к сожалению, не очень просто. Я несколько раз пробовал, значит, обычно ответ такой, если вы не успеете выйти, нам дадут по шапке, если выяснится, что мы вас не разбудили, тогда когда надо. Поэтому договориться сложно, поэтому лучше взять билет просто до Владимира и спокойно выйти, она говорит, а куда же вы? Я говорю, да я что-то решил в Москве погулять, ну и домой пошел. Так, ой, да, продолжение истории. 18-й год, февраль. После школы Комбалк в Костромской области я еду выступать в Тюмень. Там самолеты криво, все криво-косо, короче, и до Москвы надо добираться. В общем, проще взять билет и ехать на поезде спокойно, сутки с небольшим. Ну и прошу я верхнее место в купе. Верхнее. Они говорят, да ладно, поезжай с комфортом, сутки едешь, купим тебе нижнее, не беда, не разоримся. Нет, говорю, верхнее. Вот в этом вагоне верхнее место. Пожалуйста. Да? Да, но это опять же мне не важно. Молодец. Вероятность, значит, на самом деле вагон выглядит так. Верхнее стоило три шестьсот, нижнее пять пятьсот, как сейчас помню цифры. Если ты открываешь карту вагона, почти все верхние заняты, нижние почти все свободные. Я говорю, возьмите восемнадцатый, вот оно еще есть у меня. Все, оба нижних были свободны. То есть, берешь верхнее, а придачу нижнее бесплатно. Сидишь внизу, работаешь, вверху спишь. Вообще, кайф полный. Единственное, в Екатеринбурге уже подсели, но это уже ближе к концу, там за три часа. Так, ну и совсем очевидно, у меня на Кавказе я очень сильно представлен, там математический центр, вот главный наш центр находится в Майкопе. Я летаю через Краснодар, ну точнее, до 24 февраля летал через Краснодар. Сейчас много разных интересных способов добраться до Майкопа, разных конкурирующих между собой. Вот, то что Краснодар, понятное дело, закрыт. Но до этого, значит, летали в Краснодар, и я беру, вот на карте, да, самолеты, беру, центральное место резервирую. Нахрена? Правильно, потому что часто летали днем самолеты полупустые, и если забронированы центральные, кому охота брать рядом, да, какой-то идиот забронировал центральное место, да, зачем, лучше где-нибудь еще взять. И спокойно себе это называют эти, как их, девушки, вот, стюардессы, называют это, плацкарт себе устроил, да, молодой человек, только плацкарт себе не устраивайте, да, а я раз и спать. Что вы плацкарт? Я говорю, ну, слушайте, мне выступать, вы уж поймите, мне нужно отдохнуть. Ну, ничего, в принципе, обычно разрешают. Иногда вообще не смотрят, просто все спят, кто хотят, если полупустой. Так, сейчас будет очень, вот, история, вот есть такая еще книга, у меня три книги, они все доступные, бесплатным скачиванием с моего собственного сайта в интернете. Поэтому не переживайте, кому не досталась вот эта книга, и она, и все остальные, мы бодались с издательством, кстати, я говорю, надо выложить, они говорят, нельзя выкладывать, будет меньше сбора денежного. Я говорю, плевать, зато люди почитают, почему не выложить там? Ну, ладно, если вы настаиваете, выложите только, только в одном месте выложите. Я говорю, да, только в одном месте, но не тсс, а всем расскажу. Ну и, соответственно, так и порешили. Значит, это предыдущая, это вот первая книга, которая в семнадцатом году вышла, математика для гуманитариев. В какой-то момент мне нужно было их перевезти из некоторого места, где они лежали, некоторое режимное. Ну, я сейчас, короче, выдум вам некоторый секрет очень такой. Но я в нем в этом месте работал. Значит, и нужно было перевезти на дачу. В семь утра была пересменка, и договорились там, что я приеду, нужно было на пробке. У меня машины нет, я не вожу ее, но у меня был в гостях там и Смоленска друг, репетитор, которого там нужно было, его историю с ЕГЭ довести до финала, чтобы прокачать, проплющить местную эту Смоленскую команду, которая проверять ЕГЭ не умеет. Вот, он приехал снимать ролик про это, и я говорю, ну ты, ты сам, можешь помочь? Да, говорит, конечно, да. Встали, везем книги, точнее, мы едем на машине забирать книги в семь утра на пересменку, а никого нет. Охранник один ушел, другой не пришел. Понимаете? Войти нельзя. Ну, я-то знаю, там сзади как бы есть ворота, они вот так вот открываются, да, а потом окно, оно на полу раскрытия, раз все книги похитил свои, похитил, вложил, уехал, он говорит, а если охранник доложит, что такая ситуация произошла? Я говорю, не доложит. Почему? Да, потому что его сразу выгонят, он отсутствовал на рабочем месте, если он доложит. Ну, и потом мы встретились с ним, так вот, я так ему руку пожимаю и так молча киваю, и он кивает. Вот вам еще теория игр, теория игр русской классики. Нашла моя супруга вот эту вот историю. Это Гоголь, называется игроки, так и называется. Читаю, да, чтобы издалека, если не видно. И Харев. Позвольте вам сделать один вопрос. Как поступали вы до сели, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно. Утешительный. Сохрани Бог, да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем иначе. Приезжает на ярманку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успели нанять. Сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативший. Хозяин шарит в комнате, видит, остался один вьюк, распаковывает. Сто дюжин карт. Колоды, ну, карты. Игральные. Карты натурально сей же часть проданы из публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы микросхватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город. Что произошло? Карты меченые были. Совершенно верно. Карты были меченые. То есть он все это, вот эта банда, все запланировала. Они знают наизусть краб. Они посылают своего агента. Он не платит уезжая, специально оставляет то, ну, понятно, что будет возмещать ущерб как-то, да? Соответственно, карты будут проданы в этом городе. Будет куча мест, где этими картами будут играть. Приезжают его подельники и всех обыгрывают, весь город выносят. Такая чистая теория игр. 19 век. Все продумано. Опять же, продумываются действия других игроков. Здесь как бы, здесь надо, даже трехходовка какая-то такая, да, идет. Потому что, во-первых, как поступит хозяин трактира, во-вторых, как поступят жители, что они купят, да, ну и вот это все просчитывается и этим пользуются. Сколько времени у нас? 18.50. Ага. Так. Хорошо. Парадокс Брайса. Метр-городок. О! Вот так. Тут не видно, да. Но тут наше место тоже есть на этой карте. Значит, здесь я живу, вот так вот я сегодня прошел. Так, сюда, вот сюда, и вот сюда пришел к вам. Вот. Метр-городок вот там вот. Я там вырос, сейчас живу в Измайлово. Вот эта дорога была асфальтирована в 92-м или 93-м году. До этого она представляла собой колдобины совершенные и какая-то там заводская, это место с себя, там ТЭЦ. И был поток машин, которые вот отсюда по Щелковскому шоссе ехал, и дальше многие ехали на ВДНХ. То есть на ВДНХ многие работали, а там за МКАДом куча народа живет там, в общем, вот такой поток был. Тогда еще пробок как таковых не было на больших магистралях, от начала 90-х было. Вот. И потом, вот мы были, значит, в стороне от этих путей, нам на ВДНХ через лес, там идет Лосиностровская, через лес очень быстро было на ВДНХ, буквально какие-то там 20 минут. Тут асфальтируют эту дорогу, и вот эта лесная дорога, которая идет в ВДНХ, встает в пробки. Смотрите, что произошло. Все хотят срезать. С щелчка повернуть метр-городок и лесной дорогой быстро мимо этих всех пробок Краснобогатырская, Сокольники, Преображенко. Ну, кто как там ехал уже, но там очень много, очень не пробок, светофоров там, поворотов. Вот. Просто раз и туда. И эту лесную улицу, которая идет по одной полосе, в одну сторону, все сразу как бы там встает. Потому что до тех пор будут переключаться на более быстрый путь, пока по времени он не станет равен исходному. Аксиома транспортного равновесия. Это тоже равновесие Нэша, по сути. Каждый выбирает себе путь оптимальный, и в этой ситуации равновесием будет ситуация, когда по разным путям будет одинаковое время. Потому что иначе все будут пытаться переключиться на тот путь, который быстрее, и тем самым создадут там пробку. И вот пробка должна быть такого размера, чтобы по сути время по этому пути срезания было такое же, как время объезда. А значит пробка должна быть на время разница между сколько ехать так и сколько ехать так. Ну, в данном случае полчаса там стояла полчасовая пробка. То есть асфальтировали дорогу. Время не изменилось ни для кого, вот кто едет в ДНХ. Да, никакого изменения времени нет. В метргородке никто не работает, там негде работать. То есть получается, что никому лучше не стало, а жителям метргородка всем стало хуже, потому что для них появилась вот эта вот пробка, которой раньше не было. И эта ситуация носит название парадокс Брайса. Это чисто теоретская игровая ситуация, которая на зубок знакома каждому специалисту в теории транспорта, транспортной организации. Вот такая, когда у нас, значит, когда открытие новой дороги может привести к ухудшению транспортной ситуации, к строгому ухудшению. То есть, ну, для кого-то не изменению, для кого-то хуже. Но эти ситуации изучаются, как-то ликвидируются, там появляются новые дороги, чтобы эту ситуацию ликвидировать. В общем, вот, например, иногда парадоксом Брайса можно воспользоваться, чтобы улучшить ситуацию. И сейчас я, наверное, вот этот пример приведу, а потом перейдем к вопросам-ответам. Там очень много еще в этой презентации, много чего, но эту презентацию вы все получаете. Вот организаторы ее вывешивают в интернете, и все. Я ее сам скоро вывешу просто на свой сайт, но я хочу еще немножко ее допилить. А в этом виде вы получаете, на ваш сайт вывешиваете хоть сейчас. То есть просто сайт МИИ, вот Савватеевский доклад, там все. Пусть все смотрят, дальше много чего тоже интересного. Ну а я вот этой вот ситуацией сейчас завершу. Смотрите, как интересно можно воспользоваться парадоксом Брайса. Вот пункт А, вот пункт Б. Модельная, да, ситуация модельная. Это не как вот только что было на карте. Это ситуация модельная. Значит, из пункта А в пункт Б ездит 8 тысяч автомобилей. Есть дороги обходные, и вот тут как бы есть такой пункт посередине, он между озерами расположен, его никак нельзя миновать. По пути из А в Б следует пункт, который невозможно миновать. И у нас есть два варианта каждый раз. Прямая дорога 20 минут и обходная 40. Здесь тоже прямая 20, обходная 40. Транспортная равновесие здесь, да, и здесь вот по прямой, вот этой, по прямой, может проехать не более пяти тысяч автомобилей, поэтому будет пробка, не будет, вот свободного движения не будет, если все попытаются ехать по вот этой прямой дороге, там, где, значит, будет 20 минут. Это не получится. Кто-то поедет по объездной. Но если хоть кто-то поедет по объездной, то тогда время путешествия по объездной должно сравняться с временем путешествия по прямой. Аксиома транспортного моделирования или применения свойства равной СНЭШа, да? Людям должно быть все равно туда или туда, раз часть народа едет туда, а часть сюда. Если бы не было так, то сразу бы было переключение, а это противоречит тому, что будет очень большая пробка. Вот, соответственно, смотрите, что у нас происходит. У нас поток транспортный разбивается на 4 группы лиц. Одна группа лиц едет из А в Б через центральный пункт по прямой каждый раз ровно 20 минут, стоя в пробке. 20 минут — это разница по времени между вот этим и вот этим. То есть чтобы было одинаково, будет, соответственно, 40 минут едет так и 40 минут так. Час 20. Другая группа едет полностью по объездной оба раза, ненавидит пробки ровно за час 20 добирается. Третья группа едет в начале по прямой, потом вот так. Ловит пробку здесь, задалбывается этим, дальше едет через этот самый. Четвертая группа в начале едет по этой самой, а потом уже предпочитает по прямой. Все группы едут один час 20 минут. А теперь внимание. Один запретный знак. Запретный знак на продвижение по прямой для тех, кто до этого ехал по прямой в центральном пункте. То есть теперь запрещено ехать вот так. Просто запрещено и все. Так нельзя. Приехал отсюда, изволили ехать туда. Приехал отсюда, пожалуйста, выбирай сюда или туда. Но полностью по прямой проехать запрещено. в новом равновесии участники разбиваются на две группы. Ну, статистически, скорее всего, равные друг другу. То есть по 4 тысячи машин. То есть так, что пробка не создается. Одна группа едет из-за в центральный пункт по прямой, а потом объезжает по объездной. А другая группа едет в начале по объездной, а потом едет по прямой. Вариант полностью по прямой запрещен. Вариант два раза по объездной бессмыслен, потому что он влечет время час двадцать, при том, что каждый из оставшихся едет час. То есть все могут разбиться на группы по часу. Итого у нас те, кто едут так и вот так 20 плюс 40, те, кто едут в начале так, потом так 40 плюс 20. Пробок нет. 20 минут экономии всем участникам дорожного движения. За счет запрещающего знака. Бесплатно. Вот что такое транспорт на самом деле. Вы знаете, что в Москве работает целая команда. То есть такая серьезная команда математиков, аналитиков, которые занимаются транспортом. Поэтому в Москве на самом деле пробки гораздо меньше, чем могли бы быть при таком населении. И значительно меньшее и лучшее организовано дорожное движение, чем в большинстве городов России. Приезжаешь в Ростов-на-Дону, в Воронеж, в Тюмень, куда угодно. Безумные транспортные ситуации. Вот ты едешь и видишь, что это просто какой-то кошмар, что там явно этим просто никто не занимается. Ты начинаешь спрашивать, почему? Говорят, что ну как бы вроде как чиновников запроса нет, а в Москве есть. Ну ладно, берите пример с Москвы тогда. Создавайте команды, работайте. Ну явно вот в этом месте режим переключаешь, у тебя будет гораздо лучше. Экономия это 10 минут в день для всех участников. Ну в общем вот такая вот вывод такой, что недооценивание вот этих принципов транспортного моделирования. Принципы транспортного моделирования построены полностью на теории игр. Ну как не полностью, естественно, там еще на конкретной сетке дорог и так далее, но вот в ней как бы ключ к пониманию это именно теория игр. Так, ну вот наверное давайте на этом мы завершим и я на вопросы могу отвечать и сейчас я дам ссылки полезные. Ссылки могу на этой, на той стороне дать, чтобы не стирать долго. Вот. Вопросы можно из зала. Наверное, хорошо, если с микрофоном, да, тогда будут слышны вопросы вот, ну на запись. Да? Мы записываемся, да? То есть тогда нужно, если кто-то задает вопрос, либо я его повторю, либо соответственно человек с микрофоном его задает. Да, вон я вижу несколько рук. Так, микрофон есть, да, там еще один дополнительный. Во. Алексей Владимирович, можете, вы можете перелистать презентацию на какой-либо слайд? Назад? Да. Сейчас. Можете перелистить, пожалуйста, на лист с вашей поездкой в девятнадцатом году? Да. Вот. Вы сказали, что вы попросили купить билет до Владимира. Да. вопрос в том, причем, каким образом здесь задействованы теории игр? Теория игр задействована вот как. Я думаю за других, а именно за проводницу. То есть, вот я могу купить билет до Москвы, и тогда меня разбудят около четырех. Могу купить билет до Владимира, и тогда меня не разбудят вообще, я встану по будильнику и выйду в 5.20. И вот в этом и есть теперь игр, что я увидел здесь еще одного участника игры, который называется проводница вагона. Понял, как она будет вести себя в зависимости от моего решения, и увидел, что в некотором случае она будет вести себя полезно для меня, то есть не будить меня, а в другой ситуации вредно для меня, и выбрал то, что как бы полезно. То есть это вот, я прямо вот настаиваю, что это чистейший игр. Так, еще где-то были руки. Так, вот там вижу, там, там. Здесь вижу, сейчас надо пробежать, да, я пока пишу. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, а какая формальная формулировка аксиом теории игр? Потому что мы тут говорим о математике, нужно строгости придерживаться. но формально это, ну как бы мы сейчас, вот эта лекция была вокруг концепции равновесия Нэша. Равновесия Нэша формально определяется как набор стратегий, при котором, если по радио предсказать, по радио объявить, да, кто какую стратегию играет, то даже осведомленный человек, что он знает, что все остальные вот такие стратегии играют, ни один из тех, кто играет, не захочет свою стратегию менять. То есть у него не будет выигрыша больше, если он будет ее менять. Это формально задается там функциями выигрыша, функции выигрыша определяются набором всех принятых решений, ну и соответственно нужно, чтобы функция выигрыша прида... То есть ситуация является равновесной по Нэшу, если выигрыш каждого игрока от вот этой ситуации не меньше, чем от любой, в которую он индивидуально может перевести ее, то есть от любой ситуации, в которой он свою стратегию куда угодно меняет, а остальные остаются прежними. Это вот прямо есть формальное определение. Так, где еще? Ага, много рук, сейчас надо будет... Добрый вечер, Алексей Владимирович. У меня вопрос, у вас есть вот курс 100 уроков математики. Да. А почему их 36? Типа... Когда вы их запишете? Так, значит, первое, на самом деле в декабре будет 50, но это все-таки не окончательный ответ. правильный ответ такой. 100 уроков математики целиком доступные на сайте Филипповской школы в Москве, где я их вел, а также на моем собственном сайте. Вот я сейчас его сюда и привожу. Бесплатно? Да, абсолютно. Все бесплатно. Значит, вот здесь находится 100 уроков математики в старом, очень плохом качестве, но все 100, и 36, да, в суперкачестве, с консфектами, упражнениями, там, на суперстудии, 100 уроков математики, вот в суперкачестве, это очень дорого, не потому, что мне надо платить, мне не надо платить, ну, то есть не обязательно, по крайней мере, а вот надо платить этим вот ребятам, которые все это приводят, там, монтажируют, ну, дофига стоит все. То есть вот это вот как бы тут мы нашли сейчас мецената, бизнесмена, Рамиля Мавлютова, он, значит, пока это держит, он, ну, вроде, не скрывает свое имя, хотя очень скромный при этом все равно. Вот. И мы постараемся за несколько лет все доделать до конца. Вот. И будет 100 уроков в отличном качестве. Но, что гарантированно уже можно сказать, что к концу этого года будет 50, потому что мы их сняли и уже там они просто дорабатывают сейчас. Вот. 50 от того. То есть это как бы любому нормальному человеку, не супергению, это уже очень много. То есть это как бы если вы пройдете 50 уроков, вы станете супер прокаченным. Остальные 50, это такое, как бы это супер деликатес уже будет. Ну, если вы захотите посмотреть, в чем он будет заключаться, пожалуйста, в старом качестве это доступно. Вот. Так, это вот канал, это сайт. Ну, здесь студенты в основном, понятно, что у студентов денег нет, но если здесь есть также и горожане, то у нас есть Boosty, такая система Boosty. Ну, мы снимаем студию, там всякое оборудование, короче, это стоит денег. Сейчас там в данный момент, если честно, все просто идет в минус. Вот. Потому что Patreon ушел, его просто никак спасти нельзя уже, все. и, соответственно, ну так, не то, что я прямо завтра разорюсь, но вообще очень желательно, честно говоря, на Boosty, вот если кто-то из взрослых здесь есть, желательно подписаться. А так все бесплатно, совершенно доступно. Savatey, FXYZ, там вот эти 100 уроков, там эти книги все лежат, там всякие соцсети, но в основном ведутся сети мои ребята из команды нашей. Вот, есть еще, вот я хочу показать самый последний слайд, заодно, как это, сейчас в виде мультиков, все, что мы не успели, в виде мультиков пройдет, да, сейчас. Ага. А, не так много, кстати, ой, не так много у нас. Так, а как назад? А, вот. Да, вот вся информация, это я зря ее выписываю, вот она вся. Правда, синим по синему, наверное, не видно, это, это какое-то гениальное информацию, это инновационное решение у меня было, видимо, такое вот синим по синему, да, чтобы ничего не видно было. Savatey, куда делся? Эй, 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 ты куда? Эй, брат, ну, ну, что такое? Сейчас будет, да, вот. Так что на сайте вот очень много всего. Вот, ну и канал, ведем канал, вот, ведем его уже вот несколько лет, 238 тысяч, вот нас, присоединяйтесь все, чтобы стало еще больше. Да, еще вопросы, да? Да, у меня вопрос, связанный с задачкой про рынки зерна. Вот, допустим, если у нас есть какой-то монопольный фермер, у которого там 90 или 95 процентов зерна, зачем ему вообще договариваться с кем-то и как-то мониторить цены на рынке, если он может сам... Да, в этой ситуации это будет неправильной моделью просто. Вообще, теория игр, она как бы учит чему, что вот никаких универсальных моделей не существует. Вы написали модель? Если, например, вы описали людей, и у вас на выходе какая-то ерунда, это значит, что вы просто неправильно описали их поведение. То есть это всегда надо тестировать потом. Бывают люди, например, просто нерациональные, они ведут себя так, как им Бог на душу положил. Таких людей мы не умеем описывать, если честно, вообще никак. И если в ситуации присутствует хотя бы один такой человек, это уже сильно осложняет. Но еще можно подумать, допустим, что остальные будут подгадывать под его поведение. Но если их двое таких, то это уже все. Теория игр, до свидания, прощай. Подскажите, пожалуйста, вот серия вопросов. Я правильно понял на основании сегодняшней лекции то, что вероятность выигрыша зависит от качества прогноза поведения других? Ну, вероятность точного прогноза того, что будет, зависит. Дело в том, что иногда, если ты очень хорошо прогнозируешь поведение других, ты видишь, что ты оказываешься в глубоком проигрыше. Это второй вопрос, да, и тогда, возможно, лучше наводить тень на плетень, делать вид, что ты нерациональный игрок, что ты ненормальный, отмороженный. То есть, как бы, дальше идут сценарии и приложения к жизни. Это жутко интересно. Я занимался корпоративным, значит, этим самым, обучением Сбербанка. Девять семинаров провел по теории игр. Там были-то безумные ситуации. То есть, там вот как бы были ситуации, когда было понятно, что вот в этой, в игровой концепции он будет проигрыши полным по всем фронтам, да? Выставлять отмороженных личностей. Ну, то есть, как бы, выход в нерациональности, оказывается. Теория играет математический, анализ конфликтов. Не надо от него требовать больше, чем он может дать. Вот главная идея. Да, просто второй вопрос отсюда следует. Если все-таки зависит от качества прогноза, то когда мы прогнозируем, мы опираемся на идею, то что те люди, поведение которых мы прогнозируем, действуют из соображения логики. А если их действия иррациональны, тогда мы ничего не можем сделать. То есть, тогда под такую модель теория игр не подходит? Ну, я лично говорю, я пас. Но у меня есть коллеги, которые говорят, поведенческая экономика, рассмотрим поведенческую экономику. Ну, я в такой ситуации как бы скорее сказал бы, что теория игр неприменима, и все. Спасибо. Психология там применима какая-нибудь. Там вот далеко вот есть рука, она давно уже есть, да? Здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос. Ну, вот в начале 21 века произошел такой скандал в Соединенных Штатах Америки. Там есть такая одна известная металл-группа Металлика. О, я ее очень люблю, да. Да, я ее тоже люблю. И была такая ситуация. Группа энтузиастов сделала сайт, на котором она бесплатно распространяла все альбомы данной группы. И, соответственно, музыканты, они выступили против того, что их творчество выкладывают бесплатно. Потому что в то время было популярно, что выходившую музыку покупали в музыкальных магазинах. Вот. И они начали долгий судебный процесс против этих ребят, которые создали данный сайт. И в итоге они все это на корню прикрыли. И вот вопрос лично к вам. Вы... А, я еще не пересказал, да. Потом ученые провели исследование и выяснили, что когда какой-то материал распространяется платно и бесплатно, это увеличивает число его продаж. Ну, потому что сейчас же есть доступ к бесплатному скачиванию музыки. И продажи у музыкантов, наоборот, с каждым годом возрастают. И вот вопрос лично к вам. Вы выкладываете свои книги бесплатно для того, чтобы количество продаж увеличивать? Спасибо. Я совершенно уверен, что это их увеличит. Но на самом деле выкладываю я просто так. Потому что надо бесплатно выкладывать. У меня такое представление о жизни есть. Но кто-нибудь может сказать, что это представление связано с тем, что на самом деле это коммерческий успех имеет. Ну, что касается вот первой книги, которая вышла пять лет назад, то я чист душой, мне от нее не идет ничего. Таково соглашение с издательством. Соглашение стоит в том, что я просто забираю с типографии любое количество по цене типографской отпечатки и дальше делаю с ними что угодно. Одно время мы пытались продавать, но это просто полностью развалилось. А то, что у нас нет ни у кого времени, ни у меня, ни у моих волонтеров. В общем, это все совершенно. Но вот эта новая книга, которая вышла, там мне какой-то полагается процент, я даже не знаю толком какой, но там вот была борьба о том, вот выкладывать или нет, я настаивал, что выкладывать надо. Вот надо и все. Но и здесь, да, вопрос как бы, видишь, если ты не выкладываешь, как металлика, ты вроде как ты сразу гад, а плюс будет или нет, еще как бы бабушка надвое сказала. А если ты выкладываешь, ты уже хороший, и дальше еще, может быть, еще и будет плюс с продажами. То есть ты в любом случае, у тебя сразу позиция лучше, как получается, поэтому я за выкладывание. Но я никого не нагибаю. Пусть если металлика считает, что она не должна выкладывать, это их личное дело. Музыку они пишут классную. Но я, короче, им не судья. Но я так не, нет, я все выкладываю. Да. Так, давайте попробуем. Раз, раз. Да, тут еще много рук, но давайте покороче, да, будем задавать. Алексей Владимирович, серьезный вопрос. Планируете ли вы посетить Волгоград? Только что там был 13 сентября. Два года собирался, меня все звали, но звали студенты. Я говорю, ну пусть позовет кто-нибудь, кто имеет, ну, авторизацию звать, да, но что значит, студент позвал. Я пришел, меня не пустили в вуз. Однажды я в школу пришел, меня школьники позвали выступить. Я прохожу, вот здесь зайдем через эту дверь, там, чтобы директор не увидел ни в коем случае. Ну ладно, я выступил, конечно, втайне. Но, честно говоря, желательно, конечно, чтобы звала, ну, официальная власть, ну, как-то, я не знаю. Вот. Но один раз, например, вот человек, я не буду называть город и школу, не так далеко отсюда, он позвал, он говорит, только очень важно, что ровно в этот день, Алексей Владимирович, давайте договоримся хоть за 6 месяцев, но вот ровно в этот день. Я говорю, что такое? Я знаю, когда директор идет в отпуск, а с ним я точно не договорюсь. Вот. Ну, в общем, да, Волгоград вот меня позвал, вот мы позвал полгода назад, мы нашли 13 сентября, забили, и я приехал. И выступал в Волжском с шикарной вот этот 30-ка, вообще супер школа. Да, вообще. Но мы ее давно знаем, мы же отслеживаем всех. Да, когда-нибудь приеду, конечно. Не, ну, я постоянно езжу по стороне, все время. У меня 7 регионов осталось. Что? Понял. Ну, спасибо. Не, ну, надо присылать письма просто как бы вот на email, на хибин email.ru. Меня только вот через email все идет. Вот. И я буду в расписании, ну, там в данный момент, в данный момент пустоты начинаются примерно в апреле. но там уже есть какие-то пустоты. И мы задолго-задолго, если запланировать, дальше все четко. Мы забиваем гвоздь, и это будет в этот день, и все. Ничего, никаких изменений. Да, 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 я понял. Да. Да, 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 да. Дилемма учителя, да. Дилемма учителя. Ну, короче, те, кто срывают урок, и те, кто хотят учиться. Это понятно, да. Да, универсального ответа не существует. Но если учитель, то вот сюда, пожалуйста. Вот у нас есть телеграм-канал о проблемах образования. Дело в том, что, изъездив там 300 с лишним российских школ, я навидался такого, как шнур поет, да, видел то, чего не может быть. И, соответственно, у меня есть представление о том, что надо делать со школой. Вот. И оно такое, оно очень консервативное, очень не нравится всяким новаторам. То есть, как бы, я если в одной фразе сказать, то тезис такой. Урок школьный ничем через 20 лет не будет отличаться от того, что был 20 лет назад. Здесь ничего не поменяется. Никакие новые инновационные инструменты не поломают школьный процесс, если только им не дадут поломать, вот как это делали 30 лет подряд. То есть, если мы остановим этот слом и вернем нормальный урок, то мы вернем нормальную школу. Сегодня это жизненная необходимость для страны. Просто вот и все, вот точка. Если этого не произойдет, мы проиграем все войны, которые начнем. Это моя точка зрения. Вот я как бы, я ее, вот мы обосновываю, у меня доктрина, есть доктрина Саватеева, пожалуйста, читайте. Она относится к школьному образованию. Вот. Заходите, сейчас мы опрос проводим, всероссийский опрос педагогов о том, что происходит. Ну, в Москве это не очень актуально, потому что в Москве зарплаты нормальные, какой? А, уже, да, уже не так. Но, конечно, там вот как в Майкопе 12 тысяч в месяц, наверное, не найти, да. Но, в общем, мы большой срез как бы всего проводим, потому что Минпрос это все втайне держит, он не выдает это, даже если знает, а часто и не знает даже. Но вот как бы этот опрос мы своими силами проводим. Кстати, всех приглашаю присоединиться, всех, кто может найти, как там надо стать аудитором нашим, вот, раздать анкет в школе. Они полностью анонимны, никому ничего не прилетит. У нас не будет данных по конкретным школам, мы их не будем никому показывать. Будет только обобщенные, что происходит с учительством и с учительским сословием сегодня. Вот. Дальше это наверх пойдет. У меня есть несколько выходов. Да. Да, 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 да. Не одноклассница. Девушка из гуманитарного класса. Я в мат-классе учился, но моя подруга была тогда, да. Нет, там затык идет в символе икс просто. Зачем, да? Так вышло. Я не помню, почему так вышло. То ли через полчаса, ну, я забыл уже эту букву. Ну, в общем, суть в том, что был затык с пониманием, что икс, если написано уравнение, не важно, как назвать, хоть горшком, хоть игреком, хоть там буквой ща. И вот в этом был затык. Это действительно тяжелый затык психологический. На самом деле, через него не все проходят. Вот. Это то, что надо, да. Это то, что надо очень сильно все переварить. Вот это вот переменное, да, что такое переменное значение. Да. А вот задача с мороженым. Вы так не рассказали, что будет, если этих ларька три были стоять. А кто понял? Нет. Нет. Вопрос, как выглядит равновесие. Нет. 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 Думайте. Нет. Ну что, сказать ответ? Сказать ответ? Равновесие Нэша не существует в чистых стратегиях в этой ситуации. Только в плодностях. Но про плодности я не говорил. То есть вот в этом классическом понимании равновесие Нэша их не существует. Можете сами доказать. То есть для любой ситуации найдется тот, кому будет выгодно сдвинуться. Для любой ситуации. Ну вот дальше разберите сами, поймите. Так, давайте еще, наверное, пару вопросиков, да? Что? Ну, можно… Парадокс кого? Внезапная казнь. А, внезапной казни. Никак. Оно оставляет его как парадокс. Бывает и так. Да. Отличные вопросы оба. Давайте, это будут последние два вопроса. Значит, про Перельмана и про Михайлова. Значит, про Григория Перельмана. Он живет, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, около метро Колпина. Жители его дома часто пытаются сброситься ему помочь, но он отказывается, говорит, что пенсии мамы вполне хватает на них двоих. Вот. И вообще он чурается любых этих самых средств массовой информации, ненавидит их. И не надо его, если вдруг здесь есть журналисты, ни в коем случае не надо пытаться его поймать, вы только его сильно еще разнервируете. Человек святой, трогать не надо. Что касается Ромы Михайлова, знаю, знаком, очень хорошо отношусь к нему. Звал неоднократно. Он говорит, что хватит уже меня в интернете. Леха, не хочу. Ну, не знаю, он все равно в интернете, конечно, появляется. В общем, по каким-то причинам он не хочет участвовать в коллабе на моем канале. Хотя при встрече мы здороваемся, общаемся отлично. Вот. Так что пока его поэтому на канале нет. Если он завтра мне позвонит, скажет, давай, Леха, сделаем коллаб. Я скажу, все, завтра делаем, отлично. Все, выделю время, не знаю, когда хочешь. Ну, это я утрирую. Все равно в расписание надо будет вписывать. Но суть в том, что у него как бы приглашение с открытым ключом лежит от меня. Так, ну что, наверное, все, да? Друзья, всем спасибо огромное. Еще раз напоминаю, да? Напоминаю, что четверг в 19.00. Центр Москвы, Новый Арбат, дом 8, московский дом книги, второй этаж. Я и Саша Филатов, второй автор этой книги, который вообще работает в Владивостоке, но сейчас будет в Москве. Мы презентуем эту книгу. Там будет дом книги, будет ее продавать там где-то в углу, а мы будем рассказывать про нее. Ну, понятно, да? То есть и подписывать потом. Вот. Так что приходите туда. До свидания.